В 2020-м нам было страшно. Нас пугали ежедневные сводки с десятками заболевших, но мы привыкли, смирились с самоизоляцией, сроднились с медицинскими масками. Почти весь 2021-й ушел на понимание, что вакцина реально спасает жизни. Пусть не сразу, но мы это уже более или менее осознаем. 2022-й и новый этап сегодня во всем мире активно прививают подростков. Россия не исключение. Вот и в Тюмень прибыла первая партия спутника М. 960 доз. С подробностями Анастасия Лизаревич. Вики Серовой, 13. Прививку от COVID-19 девочки делают на глазах у мамы. По правилам, школьников до 15 лет вакцинируют только с письменного согласия и в присутствии родителей. Мне говорили многие знакомые о том, что нужно прививаться и мама, и мамин знакомые. И я сама слышала о необходимости прививки. Прививку я перенесла хорошо. Бывают и побольнее прививки. Мы многие ставили. Мы вакцинированы и от гриппа, и от менингококковой инфекции, от клещевого энцефалита. То есть от тех прививок, которые не входят в национальный календарь прививок. Потому что я совершенно убеждена, что от тех болезней, от которых существует вакцина, надо обязательно прививаться. Младшему сыну Валентины Саше, 12, в семье Серовых решили обоих детей вакцинировать за один подход. Сделать прививку подросткам от 12 до 17 лет сегодня можно в любой детской поликлинике Тюмени. В нашу поликлинику поступило 10 доз вакцины, собраны согласия с родителей. Все только на добровольной основе. Вакцина «Спутник М» также двухкомпонентная. Интервал между прививками 21 день. Но разница в дозировке. Если сравнивать, например, вакцину «Спутник М» с вакциной «Спутник Ви», там первый компонент, то доза компонента уменьшена в пять раз. То есть это очень безопасный препарат со всех точек зрения. Ну и результаты, опять же, клинических испытаний говорят о том, что побочные эффекты у подростков, они крайне редко. С начала пандемии в Тюменской области ковидом переболели уже более 7 тысяч детей и подростков. Самые сложные пациенты попадают в моногоспиталь первой областной больницы. Мы же не говорим, что вакцинация 100% защитит от болезни. Но не будет осложнений, не будет тяжелого течения болезни, которые потребуют госпитализации и лечения, допустим, в условиях реанимации. Препарат «Гам-Ковид-Вак-М» поступил и в медучреждение на Ямале. Там начали прививать подростков еще на прошлой неделе. Например, в детской полиглинике «Ноябрьска» первые трое добровольцев – дети врачей. Что тебя больше всего в коронавирусе, в принципе, пугает? Такие последствия? Смерть. Мы абсолютно за все вакцинации и, в общем-то, верим в силу вакцины. Сами мы тоже с супругой вакцинированы. Поэтому решили и ребенку, как только начнут прививочную кампанию, поставить прививку. Вакцинация – самый надежный способ защитить себя и всю семью. Сейчас подростки могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Но уже скоро прививать начнут и в медицинских кабинетах при школах. Дарина Халина, Мария Рянина, Анастасия Лизаревич, Леонид Лизаревич, Чуменская служба новостей.